Здоровки, Амиго! Я рад приветствовать тебя на канале Амиго, но и сегодня у нас реакция на SCP-001, Чёрная Луна. Погнали посмотрим. Воет ли Чёрная Луна? Нет, пока нет. Посмотрите на мальчика. Он родился во времена, когда ещё не было имён. Тогда людей было крайне мало, поэтому имена были не нужны. Он был одним из немногих, кто жил в прибрежной деревне и пользовался языком, давно забытым. Эти люди вели простую жизнь – охота, собирательство, ловля рыбы. Единственное, о чём они думали – дожить до следующего восхода солнца. Да, простая жизнь, свободная от сложностей. И она была простой, пока не появился отшельник. Мальчик запомнит этого человека навсегда – измождённый и худой, кожа обветрена временем и болью. Человек истощённый ходил с длинной узловатой тростью, которая, честно говоря, выглядела здоровее, чем он сам. Вряд ли он живой. Даже мальчик, который почти не выходил за пределы своей деревни, знал, что отшельник выглядел крайне неестественно, непривычно, аномально. Он прошёл в центр деревни, сел на большой камень и стал ждать. Хороший вопрос, чего бы он ждал. Завыла чёрная луна. Мальчик видел, как однажды вечером, прогуливаясь, застыл самый молодой охотник деревни. Не просто встал на месте, а замер. Затем, на мгновение, он стал абсолютно чёрным, превратившись в угольную статую. И сразу после этого он исчез. Аннигилировался. От него не осталось и следа. Это сила чёрной луны. Она может заставить любое сознательное существо исчезнуть в одно мгновение. Почернел, а затем покинул наш план. Вот это дичь. А потом хоть обыщись. Каждый раз чёрная луна выбирает жертву, казалось бы, случайным образом. Но в конце концов она придёт за всеми, кто ещё жив. Это событие известно как вой чёрной луны. Чё-то немножко стремновато даже. Вот так вот идёшь, идёшь, раз такой и испарился. Позже, той же ночью, мальчик заговорил с отшельником. Тот вопросительно посмотрел своими безумными серыми глазами на мальчика. Когда мальчик рассказал ему, отшельник испустил глубокий хриплый вздох. Мальчик с любопытством спросил его, знает ли он о кошмаре, свидетелем которого он только что стал. Отшельник поднял глаза. Этот мальчик был первым за тысячелетия странствий, кто хоть о чём-то его спросил. В этот момент он понял, что нашёл своего преемника в охоте за смертью веков. Отшельник сказал мальчику, что у него было много имён. Конец, Бледный Император, но самым распространённым из всех была Чёрная Луна. Сущность пребывала за завесой нашей реальности. Это существо из чистой энергии, хотя никто не мог быть по-настоящему уверен в её истинной природе. Отшельник выслеживал его, узнавал о нём и пытался уничтожить в течение тысяч лет. И всё же ему потребовалось всего четыре жалкие минуты, чтобы рассказать мальчику всё, что он знал. Мальчик, всё ещё понимая, что в Отшельнике есть что-то неестественное, спросил, какое отношение он имеет ко всему этому. Отшельник сказал мальчику, что он противовес, своего рода избранный, которому суждено когда-нибудь встретиться лицом к лицу с Чёрной Луной и, возможно, даже победить её. Противовес получает ряд поистине экстраординарных даров за наследование ответственности, вечную жизнь, вечную молодость, физическое бессмертие. Но каждого, берущего на себя эти дары, будет преследовать их цель. Они будут обречены наблюдать, как все, кого они любят, умирают вокруг них, поскольку они продолжают охотиться на своего единственного истинного равного и противоположного, саму Чёрную Луну. Отшельник в его собственных глазах не выполнил свой долг. Он устал, и теперь ему нужно было переложить обязанность противовеса на другого. Этим другим был бы как раз мальчик. Он почувствовал внезапную и глубокую перемену, а также осознание того, что ничто уже никогда не будет прежним. Он больше не был просто мальчиком. Теперь он был противовесом. Он наблюдал, как отшельник слегка кивнул ему в знак уважения, а затем рассыпался в пыль у него на глазах. Мальчик, противовес, посмотрел на небо и увидел мерцающие звезды. Такие яркие, такие красивые. Он и не подозревал, что его битва с Чёрной Луной переживет каждую из них. Воет ли Чёрная Луна? Не без крови. Мальчик взрослел и наблюдал, как все вокруг, кроме него, стареют и умирают. Прошли десятилетия, затем века, перерастающие в тысячи лет. Десятки тысяч лет он наблюдал, как человечество развивается и растёт, а он продолжал свою погоню за этим неуловимым врагом. По мере того, как наука и технологии набирали обороты, вытирая ноги о предрассудке и разоблачая все старые суеверия, противовес смог узнать больше о Чёрной Луне. Хотя даже тогда она всё ещё оставалась в сущности непознанной. Она энтропийная. Она – порождение чистой случайности хаоса без последовательной формы. Её не существовало в нашей реальности, но она могла влиять на наш мир посредством случаев дезинтеграции, уничтожения живущих в нём людей. Я говорю про ту ужасную судьбу, постигшую молодого охотника из деревни. Но это была жалкая верхушка айсберга. Противовес отслеживал и отмечал все случаи, когда Чёрная Луна уничтожала людей. Поначалу они были чрезвычайно редки. Что-то, что происходит раз в тысячу лет или около того, как ужасное проклятие. Но он не мог не заметить наметившуюся тревожную тенденцию. Это стало происходить раз в столетие, затем раз в десять лет. Он чувствовал, как ужасное будущее простирается перед ним, как за их общую вечность Чёрная Луна будет завоёвывать всё больше и больше Земли. Наступит ли день, когда прогрессия участится до одного раза в год, а потом до раза в месяц? Неделю? День? Час? Минуту? Секунду? Это означало бы конец всей сознательной жизни, полная победа Чёрной Луны, конец Вселенной, гибель веков, полное экзистенциальное уничтожение. Его охватило отрезвляющее осознание. Он не сможет выиграть этот бой в одиночку. Однако, хотя его охота за Чёрной Луной была в основном безрезультатной, противовес обнаружил много других деталей на этом пути. Странных существ, объектов с необычайными способностями и события, которые нельзя было объяснить рациональной наукой. Возможно, что-то среди этих странностей, этих аномалий, будет ключом к победе над его вечным врагом. И дело было не только в самих объектах, сущностях или событиях. Противовес также обнаружил несколько действительно исключительных людей во время своих путешествий. Умы и навыки, которые соперничали даже с его собственными, несмотря на его возраст. Возможно, именно они помогут ему победить. С 13, самыми блестящими и доверенными людьми, которых когда-либо встречал противовес, он решил сформировать совет. И из этого совета они создали и направили... Совет, да? Ладно. ...организацию, посвященную пониманию и противодействию странному во всех его формах, с тайной надеждой, что их поиски во тьме дадут ответ на все загадки Чёрной Луны. Он назвал эту организацию фондом SCP. Они будут охранять аномальное, сдерживать его и защищать все человечество от его влияния. Противовес также принял новое имя, соответствующее его новой роли. Администратор. И даже самой Чёрной Луне дали прозвище в надежде лишить её какой-то пугающей силы. SCP-001. Воет ли Чёрная Луна? Только на слепых. Шёл 1987 год. Фонд SCP действовал более века, и благодаря их тайному владению аномальной мудростью и технологиями, их собственное развитие опередило остальное человечество на тысячи лет. Хотя до сих пор не существовало решение проблемы Чёрной Луны с помощью некой серебряной пули, и её смертоносные завывания становились всё более частыми по прошествии десятилетий, у фонда всё же были некоторые способы борьбы с ней. Их способность собирать информацию как о самом объекте, так и о случаях дезинтеграции, значительно улучшилась благодаря их новой глобальной информационной сети. Их лучшие умы также работали над строго засекреченным устройством, известным как сингулярный концептуальный бункер – СКБ, который однажды может пригодиться для непосредственной борьбы с внепространственной сущностью. Но самая ценная информация, которую они когда-либо собирали о Чёрной Луне, заключалась в следующем. Она не могла выйти, когда за ней наблюдали. Сам акт заинтересованного наблюдения предотвращал вой. Проблема в том, как мы можем пронаблюдать то, что физически не существует в нашей реальности. Чтобы осуществить это, фонду нужно было проявить исключительную креативность. По счастью, творческие решения странных проблем – это то, в чем фонд – мастер. Перенесемся в 1993 год. Входит доктор Мото – блестящий молодой ученый и инженер-концептуалист, работающий в фонде SCP. После консультации с администратором он начал проект Кей – часть более широкого проекта «Арамаздес» – инициативы по использованию модифицированных аномальных объектов в битве против Чёрной Луны. Цель проекта Кей была относительно проста. Поскольку люди не могли наблюдать Чёрную Луну напрямую, фонд создал прокси Чёрной Луны, который можно было бы наблюдать. Это некая кукла Вуду. Эти новые аномалии должны были бы удовлетворять только трём критериям – неспособность действовать, когда за ним наблюдают, враждебность к сознательной жизни и способность прекратить сознательную жизнь по собственному желанию, когда за ними не наблюдают. С помощью концептуальной инженерии теоретически можно было бы установить связь между этими объектами и Чёрной Луной, что позволило бы наблюдать за ними, чтобы остановить события уничтожения. Однако, несмотря на то, что теоретически это была хорошая идея, усилия доктора Мотта были омрачены ошибками и трагедиями. Один объект был недостаточно смертоносен, он просто появлялся позади людей в угрожающей позе, когда на него никто не смотрел. Один человек погиб исключительно из-за сопутствующего ущерба – гигантской скульптуры человеческой головы, которая немедленно попыталась сбежать, прорвавшись через Зону 0-1, центр операции по борьбе с Чёрной Луной, и убив при этом 19 человек. Ещё один из объектов Мотта – огромная чёрная сфера – резко взорвалась, убив 12 человек. И в самые ужасные ошибки из всех один из объектов Мотта привёл к массовой гибели людей в соседнем отделе, где 142 человека были спонтанно сожжены, когда объект – серия взаимосвязанных сталактитов и сталагмитов – пропал из поля зрения в течение 0,2 секунды. Почти все объекты доктора Мотта были уничтожены в результате, будучи либо бесполезными, либо слишком опасными, чтобы их можно было хранить. Молодому учёному было крайне досадно, но он продолжал работать. Он создал одно поистине блестящее творение, которое удовлетворяло всем критериям – скульптуру, не способную двигаться под наблюдением, но способную свернуть шею ближайшему сознательному существу, поистине блестящее творение, которое удовлетворяло всем критериям – скульптуру, не способную двигаться под наблюдением, но способную свернуть шею ближайшему сознательному существу, если её оставить незамеченной даже на долю секунды. Относительно минимальное количество убийств позволяло легко сдерживать эту скульптуру, не вызывая массовых смертей. И несмотря на все другие смерти, которые, к сожалению, произошли во время проекта Ки, доктор Мото верил, что жизни, спасенные в долгосрочной перспективе, остановкой воя Черной Луны, оправдают те жертвы. Проблема в том, что проект Ки ничего не остановил. Вскоре после этого в Риме был зарегистрирован первый случай двойной дезинтеграции, когда молодая пара туристов была уничтожена одновременно. Все смерти в проекте Ки были напрасны. Черная Луна становилась только сильнее. Стыд и чувство вины были слишком сильны для доктора Мото. Он оставил в своем кабинете записку следующего содержания. «Мы смотрели в никуда. Простите, администратор. Я подвел вас, сэр». Позже труп Мото был найден в камере хранения скульптуры со сломанной шеей. В итоге проект Ки был закрыт, а его единственное уцелевшее создание перевезено на Зону-19 в конце 1993 года, где оно было обозначено как SCP-173. Еще одна неудача администратора. Воет ли Черная Луна? Пока не светит... Опять же этот же вопрос, воет ли Черная Луна? Звезды. Тянулись тысячелетия. Почти все умерли, кроме администратора. Благодаря его дару, или, возможно, проклятию, противовеса Черной Луне. Наука продвигалась вперед. Фонд SCP продвигался вперед. Но весь этот прогресс, вся эта мощь были ничем против непостижимого влияния SCP-001. Черная Луна была чаще, чем когда-либо. Вплоть до 3156 года, когда фонд запустил проект СИК при поддержке проекта Аромаздес. По мере учащения случаев дезинтеграции администратор с болью осознавал, что, возможно, ответы на проблему Черной Луны будут найдены на Земле. Используя самые современные технологии, с небольшой помощью аномальных, фонд SCP начал работу над автономным космическим кораблем, который мог бы искать среди звезд ключ к уничтожению Черной Луны. Это было внушающее благоговейный трепет творения – огромный корабль, работающий на искусственном интеллекте, с универсальным переводчиком, криогенными установками и сотнями автономных беспилотных летательных аппаратов для выполнения целенаправленных поисков. СИК был отправлен в неумолимые глубины космоса. Администратору оставалось только надеяться, что он вернется с ответами. Первая из трех известных планет, на которые прибыл СИК, была теоретически способна поддерживать человеческую жизнь, за исключением наличия жестоких и постоянных морозов и метелей. Дроны корабля, отправленные на разведку, обнаружили признаки цивилизации, основанные разумными сферическими существами, но никаких признаков реальной жизни не осталось. Записи и статуи, найденные по всей планете, по всей видимости указывали на то, что именно Черная Луна была ответственна за разрушение цивилизации планеты, вызвав так много случаев дезинтеграции, что оставшиеся в живых сошли с ума от страха и стресса, что и привело к массовой гибели в последовавшем хаосе. Следующая планета была открыта столетия спустя, в 3499 году. Хотя эта планета также теоретически могла поддерживать человеческую жизнь, она страдала от частых извержений вулканов, которые превратили большую часть ее поверхности в пылающее месиво. Однако там все еще оставались дремлющие руины некогда развитой цивилизации сознательных существ. Как и предыдущая планета, они вымерли из-за случаев дезинтеграции Черной Луны за столетия до того, как появился Сиг. Однако, похоже, что эти товарищи смирились со своей судьбой и осторожно ушли в ночь. Теперь планета была наводнена миллиардами бронированных, похожих на летучих мышей существ, которые действовали на чистом инстинкте и, следовательно, не считались достаточно сознательными, чтобы их уничтожать. Последняя планета была достигнута в 3764 году, и ее исследование стало самым плодотворным из трех открытий. Эта планета была сверхразвитой, полностью урбанизованной и покрытой разросшимися мегаполисами, с достижениями и технологиями, более чем на тысячу лет опередившими Землю. До того, как Черная Луна убила почти всех из живших, они были разновидностью гуманоидных телепатических грибов и развили осознание существования Черной Луны наравне с человечеством. У них даже был свой собственный эквивалент фонда SCP, активно работающий над контрмерами. И что самое удивительное, мы нашли на планете одного выжившего представителя этого вида, криогенно-замороженного. Кораблю было немедленно дано указание забрать выжившего и вернуться домой для допроса. Администратор готовился к тому, что должно было стать самым важным разговором с тех пор, как он встретил отшельника, много тысяч лет назад. Воет ли Черная Луна? Опять же этот вопрос. Когда выжившее существо под кодовым названием Сейдж было доставлено на Землю, администратору не терпелось наконец поговорить с ним. Как и остальные его ныне вымершие виды, Сейдж говорил с помощью мощных телепатических мысленных волн, которые только администратор, благодаря своим способностям противовеса, мог принимать с близкого расстояния, не получая вреда. Кстати, прошло совсем немного времени, прежде чем в диалоге посредством мыслей всплыл факт того, что администратор является противовесом. Сейдж сказал это сразу, просто находясь в присутствии администратора. За короткое время общения они открыли для себя ряд жизненно важных истин. Первое. То, что Сейдж выжил, было чистой удачей. Черная Луна вполне способна уничтожать разумных существ в бессознательном состоянии. Администратор также узнал, что он является всего лишь последним в чрезвычайно длинной череде противовесов во времени, пространстве и видах, хотя все, кроме него, отказались от этой обязанности. Передали ее дальше. У Сейдж был один вопрос к администратору. Что такое СКБ? Сингулярный концептуальный бункер, над которым работают и совершенствуют уже тысячи лет ведущие ученые и инженеры-концептуалисты фонда. Администратор ответил. Победа. Но это займет очень, очень много времени. Так долго, что он успеет увидеть, как вокруг него одна за другой гаснут звезды. Потрясенный Сейдж спросил его, что хорошего принесет ему тогда победа. Вместо того, чтобы произнести мысли вслух, администратор ответил молча. Сейдж сделал паузу и сказал. Понятно. Какое кощунство с твоей стороны. Надеюсь, это сработает. После этого администратор проследовал в сингулярный концептуальный бункер и вошел в него, оставив инструкции для фонда, которым будет управлять недавно сформированный совет О5. Зато неопределенное время пока его не будет. Тысячи лет спустя, в 5011 году, Сейдж заговорил еще раз, повторив слова «надеюсь, надеюсь», прежде чем полностью почернеть и исчезнуть. Черная луна унесла еще одну жертву, но за это время погибли миллиарды. Администратору больше нечего было ответить. По крайней мере, больше никаких ответов, которые понял бы кто-нибудь, кроме него. Сейчас он находился внутри сингулярного концептуального бункера, погруженный в устройство, известное как ТОМ, памятник исчезновению разумной жизни, предназначенный для сбора записи и всех последних сообщений каждой умирающей цивилизации во Вселенной. Все, что администратор мог сделать, это ждать. И он ждал. Очень долго. Воет ли черная луна? Воет ли? Да. Да, воет. Идут годы. Слишком много, чтобы их считать. Сейчас время после имен, и ТОМ вращается по орбите, упиваясь концом Вселенной. Последняя из всех человеческих колоний во Вселенной была уничтожена черной луной еще в 7329 году. Очень, очень... Офигеть просто. Ладно. Очень, очень давно. Но некоторые из последних сообщений страха, паники и отчаяния все еще звучали в голове администратора. Эй, есть здесь кто-нибудь? Нам... Нам нужна помощь. Тут... Тут... Оно... Оно забирает людей каждый день. Помогите нам! Здесь почти никого не осталось. Нам нужна помощь! Алло! Алло! Кабала-09-43. Мы покинули ложную плоть. Трость пастуха треснула под моими ногами. Кабала-09-43. Кабала-09-43. Прости нас. Прости нас. Мы оставим это как есть. Снаружи теперь так темно. Оно закрывает собой солнце. Я думаю, это будет считаться... Кабал. Кабал, наверное, как-то правильно. Но, кажется, нет. Не нужно идти. Ответьте. Первое. Важность чрезвычайная ситуация. Требуется выделение дополнительных ресурсов. Моя вина. Твоя вина. Наша вина. Моя вина. Твоя вина. Наша вина. Моя вина. Твоя вина. Наша вина. Вырвите мой мозг сейчас же. Вырвите сейчас же мой мозг. И маленький ребенок, последний на земле, спрашивает в микрофон. Алло. Но администратору приходилось ждать, так как сингулярный концептуальный бункер стал одиночным концептуальным бункером. Он был последним сознательным существом во вселенной. И все же ему нужно было подождать, пока звезды снаружи потемнеют. Только когда снаружи не осталось ничего, кроме тьмы, пришло вовремя противовесу сыграть свою партию. От нашей вселенной ничего не осталось. Единственным, что здесь было, был ОКБ и сама Черная Луна. Когда все остальное исчезло, в списке Черной Луны осталось только одно сознательное существо, которое можно было уничтожить. Она открыла дверь в одиночный концептуальный бункер и сделала шаг внутрь. Это... это бессмысленно. Как может Черная Луна, существо за пределами нашего измерения, за пределами физической формы, сделать шаг? Хороший вопрос. Кстати, этот же вопрос вертелся в голове у Черной Луны, когда она вошла в бункер. Все выглядело совсем не так, как она ожидала. Помещение было похоже на бар. Стойку с рядами бутылок за ней. Музыкальный автомат, играющий в углу. За стойкой бара стоял мужчина, протирая стаканы. Противовес. Администратор. Он сказал, а вот ты где! Это определенно заняло у тебя много времени. Тебе чего-нибудь налить? Это только повергло Черную Луну в еще большее замешательство. Здесь у нее была форма. Странный темный дым, сжатый в смутно-гуманоидную форму. Она могла говорить? Она могла думать? Все это не имело никакого смысла. Существо, которое только что уничтожило всю сознательную жизнь и видело смерть Вселенной, было по-настоящему и совершенно сбито с толку. Администратор, казалось, просто наслаждался собой, готовясь к противостоянию, которое будет продолжаться сотни миллиардов лет. Одиночный концептуальный бункер, или, если быть точным, сингулярный бункер содержания, был поистине гениальным творением. Место чистых идей, где все внутри были на одном уровне. Здесь не было бессмертных, не было богов. Здесь просто идеи, где все равны. И пришло время идеи Черной Луны идти к концу. Просто гениально по-своему. А вся Вселенная была только приманкой. Без предупреждения, администратор вытащил из-под стола дробовик и направил его в грудь Черной Луны. Существо приняло удар на себя, но продолжило сопротивляться, повалив администратора на пол, избивая его и душа. Он чувствовал, как свет угасает под безжалостным натиском монстра. Но в самый отчаянный момент ему удалось схватить стеклянную пепельницу. Он бил монстра по голове, пока его хватка не ослабла, но он смог выскользнуть. Перед ним на земле лежал убийца Вселенной. Он схватил монстра и забил до смерти. Он был тяжело ранен в битве, но Черной Луны больше не было. Здесь, в сингулярном концептуальном бункере, он победил. Администратор, больше не являвшийся противовесом в отсутствие Черной Луны, заковылял к большой музыкальной шкатулке, доставая из кармана единственную красивую монету. Он сунул монету в щель, болезненно вздохнул и сказал. Дело в том, что это место лишь информация. Ничего больше тут нет. Даже материи. Вселенная закрыла свои двери давным-давно. Но это место может перейти из информации обратно в материю с простым нажатием кнопки. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы представим что-то ничему. На секунду кажется, что он может упасть, но он не падает. Вместо этого он нажимает кнопку на музыкальной шкатулке и со смехом облегчения говорит. Ха! Да будет свет! И стало светло. А теперь познакомьтесь с SCP-001 «Мертвые люди» и SCP-001 «Хороший мальчик». Только вам решать, какой из SCP-001 «Настоящий». Блин Ну ладно Достаточно содержательный ролик Вот ли черная луна Такая фраза может заполниться Точно так же как данные удалены Что ж ребята Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь кто не подписан И увидимся в следующем видеоролике Блин ну создание статуи Это конечно что то забавненькое Что то явно забавненькое Все всем пока пока